И вот в Казентин В 1474 году под знаменательным и счастливым созвездием родился младенец у почтенной и благородной жены Лодовика, сына Леонардо Буанаротти Симония. Родился, говорю я вам, сын в шестой день марта, в воскресенье, в восьмом часу ночи. Назвал он его Микеланджело. Отец хотел этим показать, что существо это было небесным и божественным. Ну посудите сами, архангел Михаил, Микеланджело. И это служило знаком того, что искусством руки его и таланта будут созданы творения чудесные и поразительные. Так писал о Микеланджело Буанаротти в своем эссе один из самых величайших писателей и первых историков искусства, настоящих в Европе, Джорджо Вазарьи, который написал замечательную книгу, очень большую жизнеописание замечательных художников своего времени. А Микеланджело, имя, которое не нуждается сейчас, обучим подробной нашей дошифровке в нашем рассказе. Потому что сегодня мы хотим остановиться только на одном его произведении. И оно называется «Гробница Медича». Микеланджело, находится во Флоренции, начал эту гробницу Микеланджело в 1520 году. И заказал эту гробницу ему не кто-нибудь, а папа Лев X, который был великим покровителем искусств. Он заказал Микеланджело гробницу своих предков, потому что сам Лев X происходил из рода Медича. Он был сыном, между прочим, Лоренцо Великолепного. Я хочу сказать о том, а что представляется об этой гробнице сегодня. Как в настоящую и подлинную гробницу. В нее входа с улицы, с площади нет. Вы должны пройти через Сан-Лоренцо, церковь. Вы должны пройти еще через одну гробницу. И только тогда вы попадаете в гробницу Медичи Сотворенной Микеланджело. Но когда вы входите внутрь, то, что вы видите и то, что вы ощущаете, до такой степени не похоже ни на что, что вы чувствуете себя оторванными буквально вот от всего. И от церкви Сан-Лоренцо, и от того яруса, где расположена гробница других Медич, и от того, что вы видели на улице, вы попадаете в совершенно неожиданный для вас мир. Вы знаете, вот ни одна книга, никакие иллюстрации, никакое описание, к сожалению, не может передать того ощущения, которое вы испытываете, находясь внутри пространства созданного Микеланджело. Именно пространства Сотворенного Микеланджело. В литературе принято очень акцентировать надгробья Джулиану и Лоренцо Медичи, которым якобы эта гробница и посвящена. Но особенно огромным фигурам, как бы сползающим, соскальзывающим, утро, день, вечер и ночь. И вот утро, день, вечер и ночь, утро, день, вечер и ночь. Вот как бы все, внимание в рассказе, вот сосредотачивается вокруг этих фигур. Но я бы хотела сказать не это. Я бы хотела сказать, что эти фигуры есть только часть того, что называется гробницей. Ибо гробница – это необыкновенно глубоко продуманный и очень серьезный ансамбль. Прежде всего, гробница Медичи – это архитектура. Когда вы стоите внутри гробницы Медичи, то вы понимаете, где вы стоите. Вы отчетливо понимаете, что вы стоите на площади, а вокруг вас расположены фасады домов. Потому что вся архитектура стен, пилястры, окна, наличники на окнах – все абсолютно детали, разработанные этого архитектурного ансамбля, создают отчетливое впечатление того, что вы находитесь на площади перед фасадами домов. В нишах помещенная скульптура. То, что делает Микеланджело, когда он в нише помещает две фигуры – Лоренцо и Джулиана. Это вообще принятое в итальянском зодчестве такое соединение, такой синтез архитектуры и скульптуры. А одна стена, одна стена, как бы алтарная, она другая. Там сейчас находится скульптура, но Микеланджело задумал. Совсем не ту скульптуру, которая находится сейчас там, а он задумал. Очень странное соединение скульптур. Он хотел туда положить фигуру Нила, то есть вообще скульптуру, олицетворяющую Нил. Плодородие. Текущее время. Бескрайность, безграничность времени и плодотворность этого текущего времени. Вторая фигура задумана была им как раз ровно та, которая стоит сейчас. Это так называемая Мадонна Медичи. Это иссеченная им Мадонна с младенцем на руках. А вот третья фигура, представьте себе, находится сегодня в Эрмитаже. И она называется «Мальчик, вынимающий занозу». А что это за соединение такое? Вы стоите перед фасадами домов, перед вами усыпальницы герцогов, вот с этими самыми временами суток. Скульптура герцогов на алтарной стене. Мил, богомайцы с младенцем, и мальчик, вынимающий занозу. Как соединить это все? А если вы соедините вот эти три фигуры и подумаете, что это такое, и подумаете обо всей громнице, то вы поймете, что если современники воспринимали это как одно из величайших творений Микеланджиона, художника, создавшего великий инстинкт с архитектурой и скульптурой, а Медичи жаждали этой громницы, как славы своего рода. А замысел Микеланджиона был по-другому. И только сейчас контуры этого замысла начинают прорисовываться. Это уникальное, совершенно творение человеческого гения. Это философия в камне. Это буквально философия в камне. Это рассуждение художника о том, что есть время и где место его внутри этого времени. Потому что если Нил, есть время бесконечное. Есть время безначальное и бесконечное. И вот это вот само понятие времени, течение времени, лады, вот эта вот тема течения времени, его плодородия, его плодотворности. Да, он олицетворяет через реку Нил. То мальчик, вынимающий занузу, это мгновение внутри этого времени. Мальчик, вынимающий занузу. Это ситуация и мгновение. А что касается Мадонны с младенцем, то, конечно, это историческое время. Это то время, которое объединяет собой внутренний мир всей культуры Микеланджева. Это тема христианства, это христианская тема. Но все-таки это время историческое. И получается, что это вот тема времени Нилая, тема времени исторического или историко-религиозного и мгновения. Вот все существует одновременно. И вот тогда четыре фигуры под нишевыми, круглыми статуями Джулиана и Лоренца становятся на место, а не выделяются в нечто особое, потому что они становятся понятием циклического времени, бесконечной смены, цикла. Утро, день, вечер, ночь. Утро, день, вечер, ночь. Через нас как бы проходят вот эти вот соединенные временные константы. Мы наполняемся сами этим временем, этим пониманием времени, осознанием того, ну, какого сложного сплетения временного мы находимся. А что же означает та площадь, на которой мы стоим? И те фасады домов, которые нас окружают, и те аллегории времени, которые он предлагает нам в алтарной стене, которые он предлагает нам под портретами герцогов. Это площадь. Это площадь. Мы стоим на площади перед фасадами зданий. Вы знаете, очень интересно, Микеланджело принимал участие в реконструкции Римского Капитолия. И реконструкция Римского Капитолия, и вот этот вот знак вечности Роза на площади капитолийской, которую он сотворил, никогда нельзя забывать, что он это сделал. Капитолий – это Римский Капитолий. Микеланджело реконструировал его в своем мире. Это соединение времен, и это площадь Капитолия. Римские фасады домов, да они свидетели времени. Они как берега реки, они как берега, мимо которых постоянно течет, меняясь эта река времени. Вот эти вот фасады домов, и мы стоим на площади, а мы толпами идем, идем, идем. Мимо этих фасадов домов, мимо этих образов далекого прошлого, мимо этих скульптур, гениального художника. И мы включаемся в этот поток времени. Я очень часто думаю в музее «Белезиного картины», думаю, как интересно. Мы смотрим на них, а они смотрят на нас. И каждый раз, когда я нахожусь перед каким-то очень великим произведением, я думаю о том, что какое это удивительное взаимодействие не только с данным произведением искусства, которое я могу понять, прочитать, или не могу понять, прочитать, а какое-то удивительное соединение со временем, которое входит в меня саму. А разве во мне самой или в вас нет вот той же самой временной концентрации? Разве мы не часть мирового пространства? есть разве мы не часть вот данного минутного действия здесь и сейчас? Так вот, «Кромница» Микеланджева – это, как мне кажется, удивительная вещь. Это не только гениальные произведения искусства. Хоть хотите, рассматривайте в целом, хоть рассматривайте по деталям, но в целом это размышления о времени, сделанное вот так. Именно сделанное вот так в образе гробницы. Потому что хочу сказать о том, что Микеланджело додумывает, как гробница понятия времен сочетает через себя. Посмотрите, как сделано все. Оно все сделано одинаково. Внутри гробницы Медичи нет ничего, что сделано лучше или хуже. Все сделано одинаково, все одинаково проработано. Какие прекрасные фигуры Джулиану и Лоренцо? Как долго можно рассматривать детали этих двух воинов? Когда он делает фигуру Джулиану и Лоренцо, то он делает образы, конечно, неадекватные тем личностям, которые были их прототипами. Не похож твой Джулиан и твой Лоренцо на прототип, на портрет. Прекрасно ответил Микеланджело. А кто через сто лет будет знать, как они выглядели? Человек видит себя в обратной проекте. Он знает, что они будут через сто лет. А кто правда через сто лет будет знать, как они выглядят? И все от целого образа порывистого рыцаря, такого святого Георгия, победоносца, Джулиану, как он прекрасен физически. От воина действия. Молодого порывистого, горящего к воину философу, к воину мыслителю, к Лоренцу, более такому широкому, который сидит в задумчивой позе. И накловил него очень интересный шлем. А, это шлем старый очень. Это шлем, который напоминает шлем Афины Паллады, или шлем, который был на голове воина и философа Перикла, главы афинской демократии. Что касается четырех времен суток, о них очень много написано. И сейчас нет смысла просто возвращаться к этой теме, потому что если кто-то очень описан замечательно, то это вот эти четыре фигуры. Но я хочу сказать об одной из них. Эта фигура называется день. Всех поражает какой-то никакой несогласованности. Между тем, как изваянно тело дня, какое оно мощное, прекрасное. Эта фигура как бы отвернута от нас, как с большим трудом поворачивает к нам голову, поворачивает нам свое лицо. Когда мы видим с вами лицо, вернее голову, мы удивляемся, в какой степени манера ваяния вот всей фигуры дня и головы между собой не совпадает. Нет этой абсолютной такой поверхности гладкой. Он свои скульптуры лайковыми перчаточками полировал лайкой щенков. Жестоко, конечно, что поделаешь. Это еще со времен пьеты. Это полировка лайков и перчатка сверху. Нет. Когда вы смотрите на голову дня, вам кажется, что она сделана художником начала 20-го века. Как бы образ лишь намечен, лишь как бы проступает. Это неразличимое лицо. Оно уходит в многоречие. Вы можете его трактовать как угодно. Современников поражали эти зарубки инструментов, оставленные на как бы недооформленной художественно голове дня. даже современники привыкли к другой манере скульптурного ваяния. Не к такой обобщенной, не к такой свободной. Кстати, Микеланджело был первый скульптор мировой, который, как бы сказать, делал скульптуру, творил ее не только как то, что есть скульптура, объем в пространстве, но и скульптура все же есть объем в пространстве. Определенным образом осмысляющий пространство и осмысленное пространство. Но я когда-то очень поразилась, когда я видела в подлиннике скульптуру Брута. Вот это то, что пишут о Микеланджело, что есть дуга обхода. Вот когда вы обходите ее скульптуру, она меняет вообще свои ракурсы, даже свое содержание. если вы посмотрите этого Брута, с одной стороны, вы видите, как он энергичен, как он прекрасен, как великолепен его профиль, сильный, щека такая красивая, ну, очень красивый, мощный, сильный, человек, самостоятельный, личность, республиканец, Брута, убийца, А вот если вы его обойдете и посмотрите его с другой стороны, неожиданно картина меняется. И вы видите, что века его того глаза, вот надо его обходить так вот слева направо, вот тут вот левая сторона, она такая молодого такого человека, а ваш проход, он создает ощущение времени. Это есть время. Опять в том понятии времени. Вы подходите и видите, щека повисла, глаз как будто после нерковного притча, и нет в нем ни задора, ни азарта, а такой немножко стареющий, безразличный ко всему, с уголком рта опущенным сенатор старый. Паразит, как можно было это сделать, и вольно или невольно увидеть его финал и также как бы показать нам его. Я хочу еще сказать о Микеланджелу. Когда вы смотрите на его самую знаменитую работу в Академии, на Давида, она так прекрасна, что даже у людей толстокожих она может вызвать слезы, потому что это созерцание абсолютно совершенном художественном творении. Микеланджело творит герой своего времени. Вот когда он делает Давида, он молод, и он наполнен надеждой, он полон гордости за свое время, он чувствует его. Именно Микеланджело выразил эту общую надежду, сотворив великую статую Давида, прекрасную с точки зрения художественной и вместе с тем отсылающую нас к адресу эпохи Возрождения, античный мир, с его мечтой о гармонии, с его мечтой о совершенном человеке, с его мечтой о героической личности совершенного человека. А посмотрите на поздние вещи Микеланджело, на поздние его вещи, вот на его снятие с креста позднее. Или вот это оплакивание с Никодимом, а где Никодим, который тоже в академии находится, а где Никодим, это его автопортрет. Да вообще, если снять с креста не знать, что это работа Микеланджело, вы что можете сказать, что я сделал художник Возрождения? Нет. Я бы, например, полагала, что это скульптура или надгробие, жертву Масвенцева. Столько в ней глубокого человеческого страдания, неизбывного, нежности, тоски и страданий. Нет другого человека такого, кроме Микеланджело, который заодно свою жизнь прошел бы весь путь художника от 15 до 20 века, который занял бы своим искусством вот все пространство 500 лет. А что сделать искусству, если есть художник, который все уже сделал, даже на будущее? Ничего, идти своим путем, начинать все сначала. Ну, просто есть не просто там гений Микеланджело, есть феномен Микеланджело. И именно этот человек, который всю жизнь все делал своими руками, которого раздражали любые помощники. Когда потолок Севстинской капеллы писал, так ему раздражал тип, который мог раски тверд. И он ему мешал. Он все должен был делать сам. Ведь это вместить представление об этом просто в голове своей невозможно. Именно он и только он один был себя самым жестким и самым беспощадным судьей. Знаете, я вспоминаю одну передачу о музыканте Рихтере. А когда у него спросили в финале как он чувствует себя, он сказал я очень собой недоволен. Вот Микеланджело был очень собой недоволен. И в стихах он пишет об этом. Бесконечно об этом пишет. И даже если бы он не был художником, то достаточно было бы его сунетов, чтобы сказать о том, что в эпоху Возрождения жил замечательный поэт. И имя ему было Микеланджело Буанарути. Уж дни мои течением донесло в худой ладье сквозь непогоды море в ту гавань, где свой груз добра и горя сдает к подсчету каждое весло. В тираны в Боге вымысел дало искусство мне, и я внимал не спори. А ныне познаю, что он позори мои дела лишь сеет в людях зло. И жалки мне любовных дом волнения, две смерти близись леденят мне кровь. Одна уж тут, другую должен ждать я. Ни кисти, ни резцу, ни дать забвения душе, молящей за себя любовь, нам со креста простершую объятья. не братья чем 할 душе, ни душе, ни не душе, душе, не душе, зарубларио, н душе, ни душе, Продолжение следует...